здравствуйте добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков я не совсем стандартном виде последние два ролика связано с тем что мне приходит в голову некоторые идеи или я читаю много вопросов хочет сразу ответить не хочется идти в кресло садиться то что я и так в нем сижу по 6 по 7 часов в день и реально но не хочется я вот как бы взял ноутбуку взял телефона записал посмотрели мне кажется так достаточно интересно и не искренне открыто получается до сиху еще больше очень бьет рекорды вопрос а в с деле это а может ли быть это при в с д имеется это различные интересные феномены интересная симптоматика хочется ответить вам коротко на этот вопрос итак давайте еще раз все кто спрашивает а может ли быть это при в с д а может ли быть такое и это в с д ли это давайте еще раз поймем одну вещь что-то что называет вегетососудистой дистонии в российской федерации во всем мире называются органные неврозы или вегетативное проявление невротических расстройств проявление невротических расстройств могут быть их несколько телесные эмоциональные и поведенческие вот то что в россии называется в с д то что вы говорите про давление про сердце про кишечник про нехватку воздуха про всевозможные телесные феномены если вы при обследовании не находите какой-то органической патологии и врачи говорят в с д советском союзе то бишь в россии разницы большой в медицине в плане в этом нету вот тогда вы можете смело понимать что ваши физиологические телесные феномены начиная с головы заканчивая анальным отверстием это проявление эмоций ваше тело неразрывно с эмоциональным фоном злость ненависть обида вина гнев зависть все эти эмоциональные состояния они никаким образом не разрывны с вашим телом представьте себе что вы плачете представили стучит сердечко горечь во рту спазм в горле болит голова а теперь представьте что вы плачете про себя но физиологически этого не делаете представьте себе что вы злитесь и кричите на своего мужа но вы этого не делаете представьте себе что вы очень обижены на свою маму или папу но но вы внешне говорите, все хорошо, все нормально, да, все в порядке. Все, что происходит внутри вас, все эти эмоции, они реально существуют. И то, что вы их либо не осознаете, либо подавляете, это, естественно, приводит вас к невротическому состоянию. Ваше тело эту эмоцию будет проживать. Вопрос просто в том, как. И когда в определенный этап вашей жизни количество непрожитых эмоций, неотреагированных эмоций, гештальтисты говорят незакрытых гештальтов, неосознанных, аналитики говорят неосознанных переживаний, вытесненных бессознательных влечений, инстинктов и потребностей, неважно в каком методе это сейчас рассматривать, но суть одна. Если все это неосознанно и все это подавлено, и вы говорите, нет, все хорошо, у меня все нормально, а там злость, вина, обида, раздражение и так далее, все это телесное начинает резонировать. Поэтому не задавайте мне вопрос, а ВСД ли это? Нету ВСД, есть телесное проявление эмоций. И правильно вопрос звучит так, Алексей, могут ли эмоции проявляться таким телесным образом? Я скажу, ты обследование делала? Есть тето-тето заболевания? Нет. Я говорю, значит, скорее всего могут. Это было открыто еще в начале 19 века. Связь эмоций и телесного состояния организма. Вегетативная система – это медиатор между эмоцией и телом. Ваше тело неразрывно. Поэтому ВСД – это телесное проживание эмоций. А теперь вдумайтесь в логику вашего вопроса. Когда я исцелюсь от ВСД? Ты отстелишься от ВСД, потому что ты говоришь, когда у меня закончатся эмоции? Когда у меня закончится характер? Когда я перестану так эмоционально реагировать? Сначала ты должен понять на что? Потом как? Потом научиться с этим справляться? И вот тогда все изменится. Сидеть дома на твоей замечательной попе и говорить, что у тебя ВСД тебя кроет на улице, там, там и там – это уход совершенно в тупиковую историю, особенно сеть в интернете. Почему? Потому что ты не сможешь поменять свое эмоциональное состояние без определенного вмешательства извне психотерапевта. Я и мои коллеги как раз этим и занимаемся. Каждый по-своему. Кто-то так, кто-то иначе, кто-то таким методом, кто-то другим. Поэтому это очень важно. По эмоциям 2 марта будет вебинар, мы там будем 3 часа говорить про эмоции. Это очень для вас важно. Если вы хотите понять, как создаются ваши эмоции, что вас потом штормит, и как этим делом всем управлять, приходите, не пожалеете. Опять же, и не пишите мне, пожалуйста, вопрос, а ВСД ли это, а может ли быть это при ВСД. Это телесное проявление эмоций. Наша задача научиться их осознавать, научиться ими управлять. И еще очень важно, палитра эмоций может быть разной. И вот о палитрах эмоций, о механизации эмоций, о палитре всех эмоциональных состояний, почему мы тянемся к кому-то, а кто-то нам постоянно срет в течение дня, и нам от этого плохо, вот это все будет 2 марта. Поэтому нету ВСД, есть телесное проживание эмоций. И все, что касается телесных феноменов вегетативном проявлении невроза, это функциональное эмоциональное состояние. Доказал это еще Александр в 19 веке, это все известно. Просто, к сожалению, в Советском Союзе врачи не изучали психосоматику и не изучали связи эмоций и тела. Это была очень закрытая, так сказать, информация, и никто в Советском Союзе этим не оперировал. Поэтому вся ваша тахикардия, экстрасистолы, понос, запор, пятна на коже, температура и прочие вещи, если отсутствует органическая, действительная структура, скорее всего, это психосоматозы у классической семерки плюс дополнение невротическому содержанию. А уже страхи, фобии и прочие навязчивости прикрепляются как вторичные защитные механизмы, потому что есть тело, эмоции и поведение. Так и происходит ваше проживание этой проблемы. Приходите на вебинары, пишите, буду вам подробно рассказывать, что с этим делать. Но не пишите мне в SD, я вас очень прошу. Будьте внимательны. Спасибо.